Вы смотрите интервью для портала Столица. Меня зовут Ольга Петрова, и мы пытаемся разобраться в тонкостях коалиционного договора. У нас в гостях член Регикогу 14-го созыва, состоявший в финансовой комиссии Дмитрий Дмитриев. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Авторы коалиционного договора говорят, что сейчас мы все начнем платить больше, но в итоге будем в плюсе. А как это возможно? Ну, вся эта коалиция, на самом деле, и начала свою работу с большого фокуса, или я назову это обманом. То есть, то, что говорилось до выборов, и то, что мы увидели в коалиционном договоре, совершенно две разные вещи. То есть, нам вытащили зайца совершенно не того, которого мы ожидали. То есть, в принципе, и политики это признают, и признает даже премьер-министр. То есть, выиграть нужно было даже с помощью обмана. То есть, и сейчас, ну, мы видим, что действительно налоги будут повышаться. Ситуация и так в экономике не самая лучшая. И откуда эти плюсы мы будем брать? Какие-то маленькие, может, послабления где-то будут. Но, в общем, картина, на самом деле, будет становиться хуже и хуже. У нас в гостях финансовый эксперт Рон Ловещук. Рон, здравствуйте. Добрый день. Рон, главная тема, конечно, последнего времени – это коалиционный договор. Мы, как обещают нам представители коалиции, будем платить больше, но в итоге останемся в плюсе. Как это возможно? Ну, как говорится, математика. Она такая интересная вещь, а финансы – это всегда математика. То есть, на настоящий момент у нас действует, скажем так, с одной стороны, абсолютно один налог на всех – 20%. Ну, не будем говорить о том, что будет 20 или сколько там решат, но, скорее всего, повысят. У нас 20%. Но у нас есть необлагаемый налогом минимум. И вот здесь, в нем зарыта причина, почему мы будем платить. Налоги будут больше, а платить мы будем меньше. Потому что сейчас люди, которые зарабатывают от 1200 до 200, ну, это практически 40% работающего населения Эстонии, они платят не 20%. Они, ну, тут можно считать по-разному, порядка 30-34% они платят. Потому что вот этот подоходный налог, необлагаемый, значит, налогом минимум, он начинает снизраться, и в результате налоговая нагрузка для каждого человека становится выше. А с 200 – 20%. То есть у нас очень интересная ситуация. До 1200 платится 20%, с 2100 платится 20%, а в промежутке вот есть так называемый налоговый горб. И за счет снижения этого налогового горба, когда говорится, что у нас будет для всех необлагаемая налога минимум 700 евро, вот это снижается, и в результате большая часть людей и будет получать больше денег. Вот такая простая математика. Для какой категории граждан это будет наиболее ощутимо? Ну, если мы говорим о том, что ступенчатого подоходного налога не будет, убираются некоторые льготы как для семей, так и послабление для детей, то в этом случае, я бы сказал, больше всего пострадает на самом деле средний класс. А кто-то выиграет? Ну, кто-то может и выиграть, в первую очередь, конечно, те, кто зарабатывает больше, потому что вернется опять одна ставка налога, то есть 20, теперь будет 22% для всех, то есть те, кто зарабатывает больше, они в конечном итоге будут платить меньше. Я думаю, что сложнее всего, ну, как всегда в такой ситуации будет тем, кто зарабатывает, ну, малообеспеченный миллион, те, кто зарабатывает мало, потому что цены повысятся, налоги они будут тоже платить больше, даже если кажется, что это очень маленькие деньги. Я, например, считал, что если человек зарабатывает там тысячу евро, и он как бы эту тысячу евро тратит в магазине, то по новому закону он, например, будет, то есть сейчас он оставляет 200 евро НДСа как бы в товарах, теперь он будет стоять 220. Ну, кажется, маленькая разница 20%. Но для кого-то эти 20 евро, они очень, ну, серьезная сумма, и здесь уже государство, правительство должно оказывать помощь людям, вот, ну, конкретно не всем, знаете, вот и богатым, и бедным, а только тем, кто нуждается. И по большому счету у нас есть данные о том, кто нуждается, почему им целенаправленно не дается помощь, но это уже вопрос как бы к правительству и к будущему, ну, сейчас уже нынешнее правительство. А что касаемо предпринимателей, то в каких секторах, как вам кажется, будут наиболее ощутимые потери и рост безработицы? Ну, давайте говорить о том, что сейчас уже ситуация во многих секторах далеко не самая лучшая, то есть она вызвана очень многими факторами, то есть и внешними факторами, и общим состоянием экономики. И здесь, если мы говорим именно о коллекционном договоре, то для меня, допустим, вызывает опасения такие факторы, как поднятие налога на туристический сектор, то есть то, что мы годами пытались все-таки удержать, и, допустим, второе, что прописано, касается сланца, сланца добычи, то есть конкретный призыв, что мы больше не будем открывать новых месторождений, что означает, мы или ставим крест, или, я не понимаю, просто что они имеют в виду под этим. Мы разобрались, что люди будут получать больше, но при этом они будут и тратить больше, потому что цены существенно вырастут. В итоге они будут в плюсе или все-таки в минусе с учетом роста цен? Очень философский вопрос, потому что что значит в плюсе? Если людям удастся сохранить свой уровень жизни, то я считаю, что они будут в плюсе. А если их уровень жизни упадет существенно, то это будет серьезной проблемой, с которой государство надо будет решать. Но сказать, насколько он упадет, сейчас никто не решается, потому что слишком много факторов, которых мы просто не знаем. Мы, например, абсолютно не представляем, как будет развиваться экономика. Да, у нас есть прогноз, что, скорее всего, к концу этого года инфляция будет порядка 9%, в следующем году она будет 3,6%, и развитие экономики пойдет хорошо. Но это прогноз, который мы просто сейчас делаем, исходя из тех данных, которые есть. Если завтра что-то случится, не знаю, нефть улетит в небеса, земля налетит на небесную, все что угодно, и весь этот прогноз тоже улетит в небеса, и вот тогда уже по конкретной ситуации надо будет смотреть. Давайте представим, что форс-мажора не произойдет, но если налог растет на 2%, насколько в реальности вырастут цены на товары и услуги? Вот здесь это тоже такой вопрос с подвохом, потому что цены на товары и услуги, конечно, все производители захотят поднять на эти 2%. И для конечного покупателя это что будет означать? Вот для конечного покупателя здесь будет, опять же, вопрос, насколько это повышается. Потому что представьте, что у вас есть, например, сломалась центральная машина. Вы же не купите ее сейчас, потому что через полтора года налог вырастет на 2%. Вы ее пойдете покупать в тот момент, когда она вам нужна. А заранее, скорее всего, вы не будете себе покупать ни телевизор, ни стиральную машину, пускай стоит. Продукты тоже мы пойдем покупать в тот момент, когда они нам будут нужны. Если же это будут повышения на 2% на какие-то дорогие вещи, машина, дом, на дом Каби Макса нет, то там уже люди будут покупать и смотреть. И, возможно, в этой ситуации продавцы оставят эти расходы на себя. А в магазинах, скорее всего, постараются переложить на пользователя, конкретного потребителя. Плюс 2%. Что они будут означать для конечного покупателя? Когда мы придем в магазин, что мы увидим? Что мы увидим? Как минимум плюс 2% ко всему. Как максимум? А, соответственно, как максимум, если мы берем цепочку от производителя сырья до цепочки какой-то сети магазинов, то, конечно, накрутка помимо этого процента может где-то в промежутке увеличиться накрутка. И, соответственно, здесь может получиться далеко не 2%. Дмитрий, что с многодетными семьями? Сначала им, получается, оказывают поддержку, потом забирают эту поддержку. Насколько это решение обосновано? Ну, его, конечно, пытаются обосновать тем, что денег нет. По мне, так это бессовестный шаг, потому что мы помним всю эту политическую эпопею с весны прошлого года, когда сначала реформисты не хотели поднимать, потом центристы с реформистами разругались, коалиция развалилась. То есть вроде как реформисты договорились с другими коалиционными партнерами, что они все-таки поднимут. СУСД мы там то отзывали подписи, то опять соглашались на новый законопроект. Конечно, в итоге пообещали всем семьям и приняли закон. И сегодня говорить, что мы не знали, что ситуация настолько плохая, и у нас нет денег, и теперь мы обратно заберем у семей, но, по-моему, это как минимум бессовестно, то есть безответственно, и на самом деле прятаться теперь в прошлый созыв парламента и говорить, что мы не знали те же министры, те же партии, которые были у власти. Ром, что с многодетными семьями? Только Новый год наступил, успели получить несколько выплат, порадоваться о том, что государство их поддерживает, и тут сразу урезают пособия по многодетности. Насколько это обосновано? Это спасет всю страну? Ну, я не знаю, спасет она всю страну или нет. Это такой вопрос на миллион долларов, как говорится. Но в отношении пособия, которое для многодетных семей, скорее всего, здесь в политике действовали по принципу не раздражать большую часть населения Эстонии. То есть действительно выплата по третьему ребенку 960 евро, а на четвертого больше 1000 евро, оно как-то вызывает определенный вопрос у людей, у которых там один-двое детей. Почему им платят все равно по 80 евро, а тут 960? Ну, разрыв. Это пособие на многодетность. Пожалуйста, рожайте, получается. Ну, в том-то и дело. А мы хотим ли получать детей, именно многодетных семей, семей вот с таком варианте? Потому что Западная Европа этим прошла, этот вариант. И получается, что те люди, которые, мы всегда говорим, что условно иммигранты, имеют много детей, потому что они сидят на пособиях, мы хотим ли такой же вариант? Или нет? И хотим ли мы, например, вариант, чтобы получали пособия все, или пособия опять должны получать персонально те, кто нуждается? Очень конкретный пример. У меня есть несколько знакомых, у которых трое и более детей. И даже, скажу честно, они избиратели, вот, ну, там, ЭК, ИСАМА. Я как-то с ними говорю, они говорят, я не понимаю. То есть я понимаю, почему это делается, но мне это не надо, потому что, будем говорить честно, по большей части третьего ребенка и дальше рожают люди, которые хотят, которые оценивают здравомыслящие свои возможности и говорят, да, у меня есть возможность вырастить второго, третьего, пятого. И, например, один человек мне говорит, да, жена получила какую-то сумму больше, но мы не знаем, то ли мы детям на счет положим, чтобы копилось, то ли на боготворительность потратим. То есть зачастую те, у кого есть третий и больше детей, может быть, им даже и не нужна пособие в таком объеме. Ну, то есть это очень спорный момент. Но, на мой взгляд, скажем так, изменение пособия, оно должно обсуждаться. То есть вот самое большое пожелание, которое я бы дал нынешнему правительству, это коммуницируйте. Научитесь говорить с народом. Референдум. Нет, не референдум. Референдум по повышению налогов никогда не пройдет. То есть только по снижению. А объяснять, почему считается, что пособие снизается, например, сейчас по многодетным на 200 евро. Что за этим стоит? Какие цифры? Сколько семей? Сколько пострадают? Обратитесь к этим людям. Потому что первая реакция, когда повышается налог на 2% НДС и подоходно повышается, всех было страшно. Начали смотреть, ну, вообще как бы не страшно. Даже больше будем зарабатывать. А волна создается очень большая. То есть вот правительство должно научиться коммуницировать с людьми. Рассказывать о своих целях. Есть ли способ не повышать налоги? Если, допустим, не принят коалиционный договор, как иначе можно было бы закрыть эту дыру в бюджете? Нет, ну давайте смотреть по существу. Всегда вопрос, если повышать, то какие налоги повышать? То есть дебат о налогах на самом деле предлагался и до выборов. То есть это была очень важная часть, на которую, может быть, слишком мало внимания обращали. То есть мы тоже говорили о том, что если мы хотим сохранить такое же качество услуг, которые государство предлагает своему населению, то есть те же самые пособия, компенсации, что-то еще, то без повышения налогов мы это сделать не сможем. То же самое говорили соцдемо. Все остальные уверенно говорили, что повышение налогов или не нужно, или его не будет, и точка. То есть результат мы видим. Повышение есть, и вот здесь по существу, если мы смотрим, на что повышаются налоги, то с нашей стороны был предложен ступенчатый подоходный налог, то есть чтобы те люди, у которых есть деньги, кто зарабатывает больше, они все-таки вносили большую солидарность в общество и платили чуть больше налогов. Сейчас мы видим, что будут платить все, но, к сожалению, больше всего пострадают именно те, кто зарабатывает меньше, и тот же самый средний класс, который на самом деле мы должны в данной ситуации поддержать. Средний класс в Эстонии останется после повышения налогов, как вы считаете? Ну, очень хотелось бы в это верить. Потому что на них, собственно, держится вся экономика? Я думаю, если мы, как и многие другие страны, на самом деле, как и Латвия и Литва в 2019 году не перейдем рано или поздно на ступенчатый подоходный налог, то на самом деле мы будем резать и дальше, и это все будет, на самом деле, все больше и больше, больнее и больнее сказываться именно на тех людях, которые зарабатывают меньше. Как вы думаете, мнение различных предпринимателей, различных фондов, экспертов, которые говорят, что нельзя принимать коалиционный договор, они каким-то образом будут услышаны? Не знаю, по мне, эта политическая игра уже зашла в тот виток спирали, когда выхода из нее, по крайней мере, для ключевых партий в коалиции, я думаю, нет. То есть они пойдут до конца и здесь, скорее всего, надежда на то, что на данный момент они согласятся, что они обманули своего избирателя, в том числе и те же самые предприятия, и тех же самых предпринимателей, и не только. И будут надеяться, что за 4 года тот же избиратель все это забудет, и они успеют реабилитироваться. Но на самом деле я сомневаюсь, что вот на этих этапах, там, этот год следующий, они будут прислушиваться к мнению тех же самых предпринимателей или предприятий того же экспортного сектора, которые приносят в госбюджет те же самые финансы, которых, как говорит сейчас правительство, не хватает. И станет не хватать еще больше, если ряд предприятий, получается, обанкротятся. А если мы не поддержим экономику и не сможем поддержать те ключевые сектора, на которых держится эстонская экономика, то мы можем войти в спираль, когда мы только будем наращивать свой или долг выпускать ценные бумаги в лице, в виде облигаций, или будем повышать налоги. Но на самом деле наша задача сейчас поддержать эстонскую экономику, чтобы те ее сферы, те области, которые являются столпами, то есть, которые больше всего приносят налогов не только с рабочей силы, но и экспертными предприятиями, их нужно поддерживать. Спасибо большое. Вы смотрели интервью для портала «Столица». Меня зовут Ольга Петрова, и мы пытались разобраться в тонкостях коалиционного договора. коалиционного договора «Столица». Продолжение следует...